друзья добрый день я рада вас видеть на своем канале и сегодня мы говорим о ландшафтном дизайне о ландшафтном дизайнере и особенно какой ландшафтный дизайнер в ближайшем будущем и первый вопрос вот таня даша что же такое ландшафтный дизайнер будущего мы уже практически на пороге что самое главное для нас личность человек мне кажется очень важно чтобы прям ландшафтный дизайнер будущего это было личность большой буквы этот человек который понимал свою уникальность и индивидуальность нашел ее нашел ее не знаю жил ей за то чтобы это человек который любил свою профессию ведь любовь невероятно движущая сила это безумно прекрасно самая энергия это человек умеющий работать в коллаборации в команде это человек который умеет вести честный диалог с природой это проводник собой сами манды и совсем да мне кажется вот это ландшафтный дизайнер будущего мне кажется мы уже на пороге яркие представители этого нового поколения даш что для тебя мне кажется это чувствующий человек чувствующий себя чувствующий когда мы чувствуем себя мы начинаем лучше чувствовать других лучше чувствовать природу да и отражать это в своих проектах поэтому наверное вот на меня для меня это чувствующий человек то есть как такой индикатор да то есть то как мы воспринимаем то что вокруг нас происходит то мы и отражаем в наших проект ну да мы как и магнит да с открытым сердцем с открытым сердцем все от сердца то есть да приходит вот эта новая вибрация не от ума не от анализа от сердца все от сердца да вот это вот как раз чакра и она однозначно работает вот эта вселенная начинается чему я думаю каждый творческий человек каждый дизайнер неважно ландшафтный дизайнер интерьера художник да вот эпоха творческого человека однозначно уже на пороге начнем с коллаборации давайте мы сейчас имеем яркое представление о том как работать в команде потому что мы с вами уже работали мы знаем как это мы видим как собираются вот эти коллаборации сообщества как люди общаются находят какие-то общие точки соприкосновения но вот на этом и родилось слад о чем мы всегда говорим сила в объединении когда мы взаимодействуем с друг другом слушая других мы понимаем про себя на этом рождается нечто большее два человека рождается третья идея три человека рождается четвертый проект это же самое важное что касается эго да каждый дизайнер с эго каждый сэга но как научиться до не преобладать как научиться слышать другого как научиться быть в команде это работа по поводу команды наверное одну из самых лучших фраз которые я услышала скажем так от своего наставника это плюс люди класса а работают с людьми класса а люди класса б работают с людьми класса ц когда ты не думаешь об эго а думаешь как раскрыть своего партнера или человека с которым ты взаимодействуешь у вас рождается нечто большее вы не думаете там о деньгах об эго или кому больше заплатит 50 процентов 70 30 когда вы работаете что я могу дать еще тебе больше на этом рождается совершенно другие проекты и они наверное интересней и они более богаты ну это мы можем втроем об этом мне кажется очень откровенно разговаривать потому что наш пример ярко показывает что это возможно каждая с эго каждая личность на у каждого своя яркий почерк да своя стилистика но при этом мы не закрыли друг друга раскрыли друг друга и у каждого из нас своя суперсила вот раскрыть да эту суперсилу потому что вчера как раз мы были на нашем воркшопе и очень много участников которые в себя не верят потенциал то виден да вообще да важно потенциал он уже виден если он есть он виден даже на своем зачатке на том уровне когда он только начинается и люди не верят в себя неважно начинаешь ты уже избрал для себя путь ландшафтного дизайнера этот потенциал он уже есть он как огонек как огонек вот поэтому очень важно чтобы чаще проходили на такие мероприятия очень важно объединяться общаться и взаимодействовать не зря все время говорят о том как важна сила окружения наша встреча когда мы летали к дальше в казань насколько много туда людей с кем мы до сих пор бизнес завтрак все общаются я это наблюдаю не только в нашей сфере но и в других сферах с кем мы взаимодействуем без вот этих вот без перепыления друг дружкой не когда ты жопишь свой талант и свои знания которые все во мне а когда ты раскрываешься и готов делиться делиться правильно мне кажется проблемы проблемы вот с эго вообще вопрос с эго что как я буду работать с другим человеком он возникает у тех кто не знает про свои сильные стороны вот и он как бы боится может быть что другой человек перетянет на себя одеяло да вот вот если ты знаешь свои сильные стороны ты не боишься мне кажется работать с другими как бы да и вот как раз то чего вы говорите про самоопыление не самоопыление как бы да вот это да переопыление когда мы общаемся с другими мы как бы смотрим на себя и глазами и мы можем увидеть какие-то свои сильные стороны и глазами мы же видим красоту природы мы видим красоту участка и мне кажется мы точно сарим неоспорим а также мы видим когда взаимодействуем красоту человека и почему вот игришь люди класса работы с людьми класса сильный человек не будет тебя обесценивать он наоборот скажет насколько ты прекрасен ты прекрасен я прекрасен вместе еще мне кажется как это когда вся вот эта история перевернется и люди и ландшафтные и архитекторы дизайн вообще все начнут на это по-другому смотреть в мире мир и дружба и жвачка смотри здесь очень тонкий есть момент мы полны у нас есть какой-то опыт у нас есть знания и мы готовы этим поделиться когда мы делимся да освобождается место для нового да что вот этот важный когда наступает тот момент когда мы готовы отдавать он внутренний я сейчас объясню к чему это я и в плане профессионального взаимодействия в проектах и в плане инфо образование да обучение которое будет развиваться и на мой взгляд вообще сторона обучения передачи знаний я не люблю слово инфобизнес он какой-то такой знаешь очень грубый на самом деле это такое же образование это такая же передача опыта но более с индивидуальным подходом да и вот когда настает этот момент когда мы готовы отдавать когда мы готовы учить вот дашь у меня вопрос к тебе потому что у нас с тобой родился очень интересный курс и в какой момент ты поняла что ты готова для меня это был сигнал извне то есть у меня не было так не было такого что я проснулась и такая все я готова это были такие маленькие звоночки как бы это были вопросы подписчиков а как это сделать ой может быть вы запишите какой-то урок да и постепенно постепенно то есть это такое зернышко которое однажды как бы зародилась и вот эта вот идея она у меня созревала 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 и вот в какой-то момент то есть это послужило таким толчком как бы да к тому чтобы вот эта идея начала зарождаться она не пришла сразу то есть не было такого сразу понимания какой курс какая структура но вот это вот первая идея она такая как бы стала где-то витать и так в фоновом режиме она у меня была и вот с каждым вот таким вопросом каким-то да у меня вот все складывалось слепливалось слепливалось и вот в какой-то момент я поняла что вот оно готово да я структуру написала за 10 минут оно вот так естественно родилось просто это было вот какие-то знаки извне которые мы чувствуем если мы чувствуем себя если мы их можем принимать можем их анализировать да то есть как это все использовать вот оно потом вот может родиться вот в такой вот продукт и как бы иногда нужно идея дозреть я считаю Таня вот скажи к тебе очень много приходит на личные консультации какой основной запрос от людей структуры раскрыть себя понять себя наверное вот как ты говоришь супер силу я это называю найти свою уникальность и индивидуальность и далее так как это фундамент на этом построить структуру своей работы потому что я считаю что это очень важный процесс и но большинство приходит вот ты заговорил про образование мне прям хочется отметить что архитектор ландшафтный дизайнер будущего это дизайнер с образованием это не трехмесячные курсы это фундаментальное образование без него мы не можем развиваться да фундаментальное образование но в любом случае наше образование и наш образовательный процесс он не заканчивается он постоянный дизайн это процесс мы делаем проект это процесс и наше образование наша жизнь профессиональная это тоже процесс обучения непрерывного и вот если вернуться когда мы готовы делиться когда мы прожили наверное уже какой-то свой путь опыт и у нас формировалась своя база ценностей которые мы можем транслировать в мир и если это этично и экологично то да только через собственный опыт без опыта нельзя но согласись что когда мы видим какой-то продукт какой-то проект я не хочу говорить слово скопированный не хочу говорить слово тем более похожий да скажем так уже ранее виденный да мы это все равно считываем не в плане того что да у нас насмотренность мы общаемся в кругу ландшафтного дизайна ландшафтной архитектуры у нас глаз наметан да мы очень быстро это схватываем вот где эта граница копирование вдохновение да там чужой проект плюс чужой проект равно мой проект где вот эта грань где он мой проект где моя уникальность я насмотрелся я вдохновился я посмотрел на Таню посмотрел на Дашу посмотрел на Катю и где я как мне найти себя что мне делать себя понять вот больше с чем я сталкиваюсь это в том что чаще всего люди не знают себя ведь большинство приходит с запросом как раз а вот там Катя Даша Оля рисует скетч за полчаса а я вот рисую 6 часов и большинство комплекс того что они не такие мы вот самая большая ошибка это сравнивать себя с другими об этом вроде сейчас очень много говорят и психологов и коучи вообще всех и как-то даже немножко уже опошлилась вся эта история с уникальностью с индивидуальностью но это фундамент если ты не знаешь своих сильных сторон не понимаешь и не можешь их проецировать ведь мы сначала должны построить фундамент из сильной стороны а потом на это уже добирать тех навыков которых нам не хватает без этого мы не можем развиваться но когда ты понимаешь и мне кажется этот пример рассказывал но повторюсь я фанатка Даши я очень люблю я очень люблю Дашну вот эту вот легкую подачу технику просто мне кажется поневидно Даша сама по себе воздушная и я например знаю проработав свои сильные стороны я знаю что я не такая у меня другая рука отрисовав один урок с Дашей да это получилось очень круто но я другая мне нужна четкость графичность некая структура поэтому я занимаюсь своими как бы развитием своей уникальность своей стилистики подачи да меня вдохновляет Даша но она меня вдохновила на то чтобы я глубже узнала себя и на основании там своего образования своих взглядов построила свою стилистику подачи ну вот очень тогда яркий пример наш соли курс по подаче мы учим структуре да мы работаем в дизайне фотошопе и далее некую такую последовательность повествование каждого проекта и наверное из тысячи студентов которые прошли нашу программу не более 5 процентов ищут себя ищут свою структуру но при этом используя да вот эти навыки инструменты которые мы даем на курсе то есть не каждый готов тратить время еще дополнительно в этом и в этом и минус вот мне кажется мы все работаем по-разному как ты можешь составить свою структуру проекта если ты работаешь по чужом это вот вопрос сколько концепции вы рисуете или там эскизов мастер-плана один два пять десять не знаю зависит зависит от заказчика и от подхода там у Даши свой подход у тебя свой подход заказчик разный да третий подход у нас разные участки у нас вообще в принципе очень разный индивидуальный уникальный подход мы приходим на участок мне кажется тогда в виде заказчика понимая подходим ли мы друг другу начинаем взаимодействовать и искать вот этот образ структуру по поводу по поводу прям если структуры моя структура складывалась несколько лет то есть прям прорабатывая опыт и ошибки предыдущие я все время говорю что я да я анализирую после каждого даже сейчас работой вроде уже все выстроено но новые правила новые венья и приходится перестраивать все перестраивать команду взаимодействия подходы каждый раз допуская ошибку проведя анализ я просто начинаю перекладывать переписывать если у тебя есть понимание твоих процессов мы об этом по-моему и вы вчера говорили да я об этом очень много говорю когда у тебя есть прописаны другие твои процессы ты их видишь понимаешь ты в нужный момент очень быстро все перестроишь у тебя есть база да есть фундамент и тебе очень легко на каждый проект вот этот фундамент одеть да набор инструментов набор инструментов да очень вот это прям наверное один из моих любимых инструментов позволяет тебе быть свободным в своем выборе когда ты как бы свою уникальность в том числе в подаче проекта в структуре проекта можешь проявлять если у тебя нет этого набора инструментов ты вот вообще как в рамках да вот этот современный ландшафтный дизайнер он не боится расширить свои рамки когда он вот видишь что-то незнакомое новая программа останусь-ка я в старой буду чертить на кальке по-прежнему зачем мне это у меня все хорошо и вот когда мы не разбиваем вот эти рамки да мы не растем мы все хотим чтобы бизнес был нам не только в удовольствие ландшафтной но и приносим нам деньги но при этом мы не хотим меняться самый частый вопрос ко мне это Кать вот у меня проект стоит столько но я бы хотела зарабатывать больше что мне делать я не могу я готов поставить нам больше цену за проект но я не знаю как это сделать я боюсь этой цифры но когда ты боишься ты к этой цифре пришел получается своими определенными действиями если ты хочешь эту цифру поменять поменяй свои действия не ходи одной и той же тропой научитесь я очень люблю поднимите перископ над водой и посмотрите на мир по-другому ну мозг охрененная мышца ее надо качать как попу постоянно надо постоянно развиваться тренировать да тренировать обязательно обязательно и вот общаться я помню прошлогоднюю нашу прогулку с Дашей в аптекарском огороде когда я смотрела на определенные виды под одним углом а Даша мне рассказывала как видят они совершенно разные но на стадии переопыления происходит и может родиться что-то новое я даже когда вот ты прилетала когда вы прилетали обе в Казань я смотрела вроде бы на те же места которые я уже обходила с вами я смотрела другими глазами так интересно да поэтому надо все время учиться смотреть по-новому у нас получается что кто кто такой ландшафтный дизайнер будущего добавляется гибкость 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 мышления не проторенными дорожками а умение идти все готов учиться готов узнавать новое ведь согласись что согласиться пойти кому-то учиться это тоже про эго да и вот ландшафтный дизайнер ну и просто в этом смысле у нас достаточно закостенелый да но эго это темная сторона эго может увезти не туда неотъемлемая часть она помогает нам расти но давайте во всем нужен баланс во всем нужен баланс если ты в этом балансе находишься ты в балансе взаимодействуешь с собой с миром то у тебя все складывается без эго да тебя съедят акулы с эго ты можешь то есть эго и диалог честный диалог Таня наверное один из немногих ландшафтных дизайнеров которых я знаю когда Таня общается с клиентом и она понимает что это реально не ее клиент по разным показателям может быть психологическим может быть какой-то некомфорт в общении Таня всегда порекомендует других обязательно другого специалиста это огромная редкость в нашей области это тоже вопрос про ну да такую профессиональную ревность ну наверное когда ты уверен в себе у тебя не возникает профессиональной ревности у тебя не возникает вопросов просто если я не могу помочь своему клиенту я вообще просто за клиента ориентированность моя задача сделать клиенту чуть больше чем он этого ждет это очень важно и если клиент ко мне приходит я по телефону даже после первого звонка понимаю что мы не сходимся неважно по срокам или мы нам неудобно будет взаимодействовать я обязательно это нормально да я считаю что это самое вообще самое лучшее самое прекрасное честно да потому что в какой-то момент начнется эта ломка да что ты где-то не ответишь где-то ты поймешь что тебе не комфорт и не приедешь где-то тебе не ты потеряешь этот комфорт финансового взаимоотношения да это даже полезно сказать нет просто для себя конечно это только хотел да даже потому что вообще умение сказать нет иногда мы соглашаемся по непонятным причинам но там ну ладно я сделаю этот проект как-нибудь а в конце да давайте про эмоциональное выгорание мы все прекрасно знаем каждый через это проходит а когда ты себя чувствуешь и понимаешь хорошо от этого всем хорошо тем кому-то отдал хорошо природе хорошо заказчику хорошо тебе любимый да ландшафтный дизайнер будущего умеет говорить нет нет мы пришли к очень интересному этапу нашего диалога это коллаборация взаимодействие с профессионалами и вообще поиск партнеров да для своего проекта для сотрудничества я знаю что ты та недавно искала себе в команду и сделала такой набор опрос кто приходил что присылали что показывали как выглядит как выглядит знакомство с тобой да вот знакомство со мной это я очень много слышу интересных вещей из себя все почему-то говорят с тобой наверное очень сложно работать мне кажется наоборот у меня есть правило со мной очень легко работать когда есть правило да когда есть правило но когда ты подбираешь себе человека ты просишь первое что прислать Катя портфолио 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 но когда тебе присылают тонны не собранных файлов отпадает желание даже смотреть культуры мы мало об этом говорим мы мало показываем ценность я гражданин российской федерации у меня есть паспорт я ландшафтный дизайнер что у меня есть портфолио как без портфолио ты я и ты смотришь и не понимаешь здесь у тебя один стиль здесь другой стиль ты не можешь вытащить я с удовольствием буду развивать или помогать развиваться другому там ландшафтному архитектору дизайнеру потому что это развитие всей профессии в общем но когда ты не понимаешь за что тебе зацепиться я уже даже и говорю я научил научилась отделять в какой-то момент у меня все смешались в одну картинку и я понимаю что да дизайнеры прошли ваш курс по подаче но они не попытались найти свой стиль подачи и все это единая зеленая масса они взяли готовую структуру а зачем напрягаться все готово одинаковые кружочки ну мне просто прям каждому хотел сказать ну как ну куда тебе тут тут те кружочки здесь те квадратики это просто инструмент а ты можешь инструменты не дизайна и фотошопа вообще как угодно просто включить фантазию включить логику мы знаем про фреймы мы знаем про структуру подачи мы знаем про последовательность да и все я могу сказать я тоже же прохожу курс я тоже учусь и когда я проходила дальше но я думаю боже мой как классно я своим заказчикам рассказываю про сценарий жизни и как мы взаимодействуем у меня немножко другая структура подачи на плане но соединив это с Дашиной видением с тем как она делает свои раскадровки это собралось в такую картину единую целостность и то есть объединив свой опыт инструмент и все вместе получается классная и интересная картинка которая и нужна нашим заказчикам и в портфолио вот эта целостность наверное портфолио это единственный документ где эта целостность может быть передана ну давайте заказчики тоже мы все разные абсолютно разные как заказчик поймет хочет он работать или не хочет работать все смешалось в единую картинку вот сейчас наверное такой какой-то переходный очень период когда мы все научились мы классно умеем подавать мы это понимаем но мы не знаем себя и мы не можем вот эту структуру и сценарий своей работы показать нам нужно портфолио нам нужно воркфлоу и когда у тебя все это воедино собрано ты можешь прийти к заказчику и сказать я работаю вот так стою столько да вас устраивают мои услуги да хорошо и не присылать ссылку на гугл диск где так вот это один мой проект это второе это вот мое резюме это вот мое кп это еще а это я работал когда-то вот посмотрите и заказчик смотрит на эти ссылки и он не понимает вообще что делать да куда я могу сказать знаешь еще какие стали приходить запросы когда покупают только участок они вообще не знают что делать хочется им просто я с каждым объясняю что для архитектуры вам нужен архитектор вы будете с ним делать строение мы должны все взаимодействовать ландшафтное благоустройство это сложный и трудоемкий процесс где важны все участники каждой даже собаки которые потом будут бегать по участку и когда мы показываем все взаимодействие структуру заказчик говорит о мне все ясность ясно ясно это результат без этого мне кажется никуда вот каждому мы же ведем свои соц там страницы или сайты телеграм-каналы пожалуйста ты заходишь ты понимаешь как человек разговаривает как он взаимодействует портфолио это то же самое и когда у тебя все ты ничего я умею все да и наверное еще такая вещь давайте уважать время невосполнимый ресурс самый ценный да самый ценный невосполнимый поэтому когда тебе присылают это как тезе на полчаса послушать аудио сообщения я такие вообще даже больше не слушаю ну то есть ландшафтный дизайнер будущего имеет портфолио которое показывает его целостность говорит о нем максимально емко структурно кратко 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 сестра таланта вот ты талантлив расскажи о себе в трех словах или просто там я сейчас учусь на курсе и там надо сделать самопрезентацию и уложиться в полторы минуты в полторы минуты ты должен рассказать о себе так чтобы заказчик захотел тебя купить так вот портфолио мне кажется то же самое на пяти страницах расскажите мне о себе так чтобы я увидела ваш потенциал развития и захотела вам платить ту зарплату которую вы просите на вчерашнем нашем воркшопе из 30 участников портфолио было у четырех это очень мало это очень плачевно просто тогда у меня есть такой вопрос как эти люди работают каждый запрос который приходит от архитекторов все первым делом спрашивают КП и портфолио пришлите ваше портфолио к портфолио еще иногда спрашивают пример оформления концепции у меня три три файла четыре файла у меня файл по первым вопросам файл по коммерческому предложению портфолио и пример как выглядит моя концепция все четыре файла которые стандартные я отправляю по ним сразу видно работаем или не работаем все портфолио это наш такой важный следующий этап единственная возможность ландшафтному специалисту быть услышанным конечно это портфолио и с нашей стороны остается только развивать культуру портфолио показывать его вот эту ценность показывать необходимость наличия портфолио я думаю что тоже это ближайшее будущее но культура зависит же от нас очень здорово просто чем наверное больше мы будем об этом рассказывать не в закрытых структурах где открыто честно ну очень часто наша соцсеть да страничка нашей соцсети это тоже наше портфолио вот Даша наверное один из самых моих любимых примеров самого яркого портфолио которое отвечает на все вопросы это вот страничка в соцсети и человек видит тебя видит твою страничку и все вопросов нет он знает кто ты про что ты и почему ты такая у тебя какое отношение к портфолио альбома расскажи ну я не знаю как честно говори честно Даша ну зачем я дружу чужое другое мнение это говорить ну как у меня нет портфолио все меня сейчас закидают полетят и помидоры почему ну на самом деле может быть в моем случае это страничка в соцсети оформлению которой визуалу которой я уделяю большое внимание то есть это для меня первостепенно наверное чем то что я под этим всем напишу вот поэтому ко мне не приходит запрос покажите портфолио если приходят клиенты из инстаграм а их у меня процентов 80 вот они не спрашивают они как бы они уже значит все посмотрели они уже представляют что максимум что я отправлю но я просто вот честно говорю как есть если ко мне придет запрос на портфолио да потому что я смотрю как бы что ты сделаешь тебе я пойду хочет заказчик если он говорит даша хочу с вами работать пришли в портфолио у меня нет соцсети но мне вас порекомендовали ну наверное тогда подумаю про портфолио ну что-то соберу не знаю пока не было такого вот честно даже если даже если они приходят по какой-то рекомендации я даю ссылку на инстаграм максимум что я могу отправить это пример концепции но ландшафтный архитектор будущего у нас с портфолио поэтому мы будем очень ждать твое портфолио ждите не переключайтесь я хотела сказать подписывайтесь и ставьте лайки обязательно вот там внизу под видео мы под видео когда у Даши появится портфолио дадим ссылку на Дашу на портфолио чтобы вы все насладились потому что я уверена что все его сохранят скопируют и будут наслаждаться и вдохновляться вот по поводу копирования когда вы говорили сейчас про учеников с курса по подаче да что вот это все да у меня мысль такая пришла я просто не хотела никого перебивать я сидела о ней и думала вот что как будто бы не хватает людям смелости что ли то есть они вот нас так научили значит я буду делать так вот немножко вот не хватает смелости и наверное это от того что мы не знаем себя вот как бы нас так научили как бы все а как еще может быть ну никак иначе но мы делаем дизайн продукт да и что в этом дизайне что в этом продукте внутри это решает нам это наш авторский продукт у нас нет СНИПов ГОСТов норм да концепции да то есть это мы решаем что там будет да и нет да нас научили нам дали инструменты но дальше мы не идем почему знаешь я недавно подбирала цветовую палитру под подачу потому что часть заказчиков просит распечатанные альбомы а так как эстет да мне было важно да мне было очень важно это все подобрать мы очень долго калибровали все подбирали и когда я вот как раз это выложила большинство сказали что но у меня нет на это времени время есть на все вот значит у вас просто нет желания то же самое про спорт говорят что нет я кстати у Тани вот в твоем телеграм-канале прочитала по поводу как раз я тебя по-моему спрашивала про твой распорядок дня вот и ты написала такую мысль которая вроде бы ну блин для меня гениально было что я самое важное делаю вот в первую очередь утром вот а у меня как бы ну была последнее время такая проблема что как бы ну вот у меня спорт занимает какую-то часть жизни там это мой выбор допустим я делаю из этого поменьше проектов да то есть это как бы ну вот мой выбор у меня не хватало времени как бы да где-то что-то на семью где-то что-то как-то я стала вот прочитала думаю может быть мне как-то пересмотреть у меня тренировки были с утра вот я подумала может быть мне с утра выделить время на работу когда у меня такое качественное время когда нет никого и как бы я могу погрузиться а вот допустим тренировкой сделать там в два часа дня я попробовал это вообще просто согласись дашь это тоже с опытом приходит да это был вопрос у тебя по распорядку дня и вообще очень многие спрашивали ты живешь я вообще я просто себя знаю что если у меня не будет прописанной структуры не важно за компьютером мы не оторвемся от планшета мы все время все время будем работать 12 часов 12 часов не факт я могу где-то зависнуть там не знаю в ландшафтных книгах разбираю но когда есть вот эта структура дня структура проекта структура твоей работы ты понимаешь все процессы и ты между ними лавируешь и когда у нас наступают какие-то сложные времена такие как была пандемия когда нам надо было гибко измениться вот эта вот гибкость да она помогает но без вот этой вот структуры невозможно у ландшафтного дизайнера будущего есть структура есть структура он умеет ее построить умеет ее исследовать да он иногда отходит от правил он ее подбирает под себя это нормально но он ее подбирает под себя это умеет смелость а смелость это борьба со страхами мне кажется самое классное когда ты понимаешь что страх сжирает у тебя очень много энергии поэтому даже если тебе страшно надо быстрее сделать попробовать осмелиться чтобы меньше потратить энергии то есть ландшафтный дизайнер который повторяет кружочки да и не отходит от этих рамок он получается боится 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 себя потому что самый сложный диалог это диалог с самим собой мне кажется надо себе просто сказать что вот я с этого курса возьму сколько я смогу сколько смогу я столько унесу неважно курсы сейчас разные бывают там личностный рост еще что-то невозможно взять все вот ну как сказать может быть это неправильно звучит вот но ты возьмешь что-то свое другой возьмет с этого же курса что-то свое вот слушая других мы понимаем про себя мы все разные но глядя на одного и того же человек мы будем слушая наверное его рассказ мы будем слышать свое то что нужно нам то что откликается нам так же и в обучении так же и в взаимодействии заказчиков и архитекторов клиенты тоже то есть мне кажется чем больше мы будем воспитывать культуру чем больше мы будем рассказывать вообще о процессах ландшафтных в чем проблема уже несколько ну то есть мне говорила и писала что ты приходишь и говоришь здравствуйте я ландшафтный архитектор а вы что цветочки сажаете стереотип надо ломать да поэтому мне кажется ландшафтный дизайнер архитектор ландшафтный будущего это человек который меняет стереотипы о профессии ну да он смелый он не боится он не боится возможно где-то ошибиться да но он идет вперед это нормально ошибки это опыт ошибся если ты будешь после этого лежать там о боже мой конечно да можно тогда нет смысла когда ты эту ошибку взял разобрал понял внедрил это в свое ну в свой будущий опыт можно совершенно спокойно развиваться дальше таких проектов которые тебя вообще ничему не учат ты который вот прямо супер гладко прошел да каждый что-нибудь вот даже положительный какой-то но опыт то есть ты какую-то схему отработал и себе где-то записал у меня договор после каждого проекта меняется да вот этот опыт он не повторил не повторил потому что он всегда уникальный и всегда разный Кать ну вот согласись так же как и курс ты же тоже свой первый курс по скетчингу он же тоже да он же тоже у тебя пришел с опытом ты пробовала наверняка одну подачу все ты попробовала все взяла инструменты и внедрила их пропустив через себя также и Оля мне кажется создавая ваш курс по подаче каждая каждая из нас училась взяла и переработала свое у кого-то одна подача у кого-то другая Таня так это сразу видно да когда специалист ландшафтный дизайнер пронес это через себя и переработал да он не скопировал и не перенес потом это в свои проекты он спокойно это проанализировал взял для себя инструменты и создал и создал свое это очень важно показывать себя жизнь слишком коротка чтобы спешить да вот мне очень понравилась эта фраза потому что когда мы спешим бежим 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 один проект второй стройка туда-сюда все мы не успеваем насладиться жить да не успеваем жить я прекрасно понимаю что у каждого своя скорость кто-то любит носиться товарником туда-сюда кто-то черепашка это я говорю про себя но когда каждый живет своей скорости успевая анализировать и проживая этот опыт получается индивидуальные уникальные ландшафты и каждый заказчик уже видя вот этот опыт может выбирать себе с кем он хочет работать с кем он понесется на товарнике или с кем он рядышком поползут черепашкой ну ты знаешь очень часто и иногда в этом виноват сам заказчик проводя какой-то тендер да выбирая себе специалиста это он во-первых некрасивым непрофессионально может сталкивать лбами но ландшафтные специалисты на своем уровне на своем поприще очень некрасиво взаимодействует с друг другом то есть они раскрывают не свою ценность акцент делают не на себе а стараются какими-то знаешь разными способами донести до заказчика что этот плохой этот но это же чаще всего в самом начале опыта работы когда уже на реализацию выходили я очень хорошо помню историю когда мы пригласили садовников которые будут в будущем то есть сад еще не был достроен в процессе да в процессе был но за садом уже нужно было ухаживать пригласили садовников и через две недели заказчик отказалась взаимодействовать написав вот такое письмо насколько мы непрофессиональные и как потом выяснилось просто пришли садовники которые решили себя не очень хорошее слово урвать но по-другому не могу сказать реально оттяпать я раньше очень сильно переживала и думаю ну как же так ты столько души вложил в проект у тебя забрали а сейчас стала относиться к этому проще как ты это объясняешь себе карма это их карма не моя я за честность для меня вообще стала очень важна честность я только с такими людьми работаю когда ты можешь спокойно что-то обсудить повзаимодействовать у меня тоже есть интересные истории и я работаю с архитекторами вот есть архитекторы которые говорят что вы команда но им нужны от вас вознаграждение назовем их так а есть архитекторы которые реально работают с тобой в команде в коллаборации на работе результат классный продукт классный проект да вы работаете на результат да да ну во первых однозначно мир ландшафтных заказов ландшафтных объектов и вообще мир реализации да и наших проектов он изобилен нет такого да что и вот эта вот борьба за каждый проект она порой нарушает все рамки профессионального взаимодействия то есть это просто катастрофа внутри рынка внутри общения и вот там заблокировать или отписаться или там делать вид и игнорировать это тоже не выход да потому что мы в одном сообществе наша задача сотрудничать дружить обмениваться опытом мы можем это обмен опытом вот это то что всегда хочется обмен опытом но здесь тоже давайте за баланс ну он должен быть баланс когда ты отдаешь я думаю что дальше тоже мне очень понравилось как ты начала вести свой телеграм-канал про вот эти все правильные энергии когда ты отдаешь больше чем получаешь ты выгораешь моментально на немножко другом уровне становится сложно когда ты отдаешь а человек это берет и тоже ну копирует не знаю и берет да то есть все-таки должен быть диалог это правда важная вещь ну хорошо а когда человек копирует и делает ссылку я благодарен Дарии потому что она меня вдохновила но я сделал так же но он этого не написал но это так и есть фактически мы видим мы про визуал мы про визуальное повествование Кать да и вот в этом повествовании мы полностью можем видеть да что это и как тексты с моего портфолио который лежал у вас на курсе люди копировали себе и когда мы поднимали тему на вебинаре вдохновиться не равно скопировать да 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 я помню у меня после этого было несколько сообщений от разных ландшафтных дизайнеров что Татьяна мы хотим попросить у вас прощения но признаться честно я видела ваше портфолио но мне очень понравилось мне очень понравился ваш текст я его скопировала к себе в проект это круто смело честно вот это я принимаю но когда это из-под тяжка вот это я не принимаю мне хочется сказать ну зачем попросите я дам у меня очень часто бывают когда просят якобы посчитать проект а как вы работаете и стоимость и ты то есть я тебе реально стала проверять каждого кто делал такой запрос потому что стали просто смотрю если человек не и да задаю что если страница закрыта ну например в социальных сетях то я вообще стараюсь ну то есть теперь стало уже различать а так ты смотришь отправляешь человеку на самом деле он ландшафтный дизайнер который просто решил у тебя оторвать да зачем отрывать попросите попросите я расскажу придите на консультацию я намного больше дам люди которые честно пришли на консультации и отработали у них чек вырос в три раза и я это вообще класс я за них рад мне аж мурашки побежали я за них радуюсь так как будто этот чек вырос у меня это классно вот это взаимодействие я могу сказать что я правда счастлива что однажды ты сказал Таня ты что ты же вот то есть каждый раз когда я учусь у тебя мне тоже да да это и есть да переопыление когда я учусь на твоем курсе после когда ты даешь обратную связь то есть я не сразу же тоже развернулась на свою вот это ты мне всегда как Таня архитектурная рука архитектурную мне наверное полгода понадобилось перестроиться чтобы понять вот это выделить силу своей руки силу себя своего почерка да понять точно так же такой процесс да какое-то время он займет но когда вот если говорить о портфолио сначала мы на него работаем конечно это портфолио прям отдельный проект если нет проектов из чего собирать мы прямо работаем над ним а потом оно работает на нас очень долго щедро мне кажется Катя между строк просто нам говорила посмотри на себя да посмотри на себя я прям помнишь я даже у тебя тоже спрашивала как ты пришла к своему вот этому стилю да и когда Даша это рассказывала это же тоже совершенно уникальный путь когда ты понимаешь что все я взял инструмент я дальше мне не надо я пошел и у тебя родилось свое это же не копирование да Даша тоже рисует мы все рисуем в прокриете на планшете да Катя твой курс проходила проходила и в какой-то момент так ты поняла что все где-то на водоемах ухватила ты вот это ухватила и поняла что вот она я у меня очень много студентов которые проходят курс где-то до середины а потом я понимаю что там такие работы то есть вот человек берет вот этот инструмент потом уходит в свои проекты в свою практику и по истечении какого-то времени я смотрю я узнаю руку я-то знаю руку еще ту она никуда не делась там было больше тебя да но сначала уже было это все понять переварить да поэтому вообще нет одинаковых вот у нас нет одинаковых отпечатков пальцев нету и нет одинаковых проектов нету рисунков я взяла инструменты по курсу по подаче взяла инструмент подачи генпланов даши взяла весь свой опыт который у меня был до этого отучилась на курсе по подаче первому вальс и соединив это поняла как я хочу работать как мне нравится подавать свои мастер планы ландшафтный дизайнер будущего который готов находить время на поиск себя да из своей руки из своей руки на наработку часов это же важно хочешь быть мастером десять тысяч часов десять тысяч часов или сколько там штрихов можно в прокреете посчитать можно в прокреете посчитать мне кажется дальше нам скажут да миллион миллион ландшафтный дизайнер будущего он он совмещает в себе все или он часть большой команды мы уходим вот эту в эту узкую специализацию да мне кажется скоро мы уйдем один человек рисует только цветники в таком стиле другой человек реализовывает цветники только в таком стиле третий человек только вертикальную планировку для ландшафтного дизайнера который работает в современном стиле то есть настолько мы уходим вот в эту узкую специализацию что команда да как ее собрать вообще как найти эту команду по каким критериям ее собирать самое интересное мне кажется когда мы начинаем только работать или хотим отсоединиться или построить свою компанию или как самозанятый работаем фрилансер мы делаем я знаю один я знаю все я делаю все сам да но в определенный момент архитектор достигает того уровня или дизайнер когда он не может делать все сам он просто он достигает своего потолка ему нужно дальше расти но на самом деле этот потолок то он очень низок он просто у каждого по разному ну на самом деле сколько если реально мы посмотрим да на вещи сейчас ландшафтный дизайнер который есть да он фрилансер он ну максимум сколько проектов он может вести одновременно два два три да это три много Тань как одновременно сейчас шесть веду ну ты одна на у меня в команде есть инженер-строители у меня есть у меня есть визуализатор и у меня есть я даже не знаю я прям партнер не партнер и скажем так ландшафтный архитектор с которым я работаю в коллаборации четверо да четверо да но вот сейчас я прям понимаю что запросов много есть например те которые очень хочется взять потому что они мне интересны и это ставишь в очередь да у меня очередь на осень уже я уже формирую очередь иначе ну то есть никак и у меня просто еще подход я копаюсь в деталях мне нужно с каждым заказчиком мы проживаем сад но я не знаю ну да я не знаю как работать одному нет на самом деле интересный вопрос даже одна у меня есть у меня есть дендролог вот то есть у меня наверное немножко другое понимание хотя последнее время я задумываюсь о том что может быть чертежи ну то есть я делаю концепции и эскизные проекты и то в эскизных проектах уже хочется как будто бы чертежи кому-то отдать вот ты уже чувствуешь ну вот оно приходит оно вот так вот тоже как начало начало уже да созревать да то есть я знаю что если я сейчас напишу как бы ну придут люди будут спрашивать они и так спрашивают можно с вами поработать вот что ты говоришь пришлите портфолио я я примеры примеры работ прошу то есть как сказать я говорю очень широко а в каком виде этот человек пришлет это уже как бы вопрос то же самое на нашем курсе когда есть некоторое домашнее задание в самом начале по визуальному мышлению да где я говорю ну то есть вот там приведите свои вот эти ассоциации да я не говорю в каком виде да и как бы мне кажется что это людям дает некую свободу вот потому что все присылают разные разные варианты есть вот эта свобода да некая и человек сам решает вот я их изначально в рамки да не загоняю то есть в этом цель курса свобода когда ты даешь человеку свободу и говоришь ты делаешь вот это это твоя ответственность вот тут ты можешь понять твой это человек или не твой это человек готов ты с ним работать или взаимодействовать потому что если ты рамки задашь что он тебе сделает как тебе надо и как бы ну да ну я тоже против рамок но при этом я например стараюсь изучать не то что изучать постигать входить в диалог с теми людьми с кем я работаю для меня это очень важно и выявлять и их сильные стороны но если я знаю что человек с которым со мной работает не любитель табличек цифр и всего остального но при этом он прекрасно видит там всю инженерию всю структуру там рельеф как он садится он может в нужный момент решить любой вопрос и никогда не буду мучить его табличками вот это вот красотой цифр как я это люблю я это заберу на себя или это проще сделать мне самой чем отдавать человеку для которого это тяжело дается в этом и важность понимания себя когда ты можешь прийти и честно сказать это я я работаю вот так и мы опять возвращаемся к пониманию себя все все по кругу личность личность большой буквы у меня очень интересный сейчас вопрос в каких конкурсах участвует ландшафтный дизайнер будущего что это за конкурс в каких конкурсах ну вообще я последний раз участвовала в конкурсе наверное когда еще была в торонто в 2008 году у тебя наверное последний конкурс был когда ты училась в институт год конкурсов это 2015 то есть как бы это такой был год когда ты уже закончила я уже закончила институт я уже поработала в ландшафтной компании уже где-то там близилась к концу да или по-моему я ушла да я уже ушла из ландшафтной компании и я как бы вот как раз у меня был период мне нужно было понять кто я и наверное отчасти они мне помогли да то есть как бы у меня там конкурса 4 наверное было но как бы вот все я закрыла этот и больше нет да то есть как бы конкурс это все равно как бы про сравнение то есть мне это не интересно ну кому как Даша классно затронула и сказала сравнение тоже это был вопрос я не понимаю кого с кем сравнивать когда мы же каждый участок и заказчик и запрос он уникальный а ты не видишь изначальную ситуацию ты не общался с заказчиком как ты можешь соединить и оценить сам конкурсы нужны согласись нужны 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 это хорошее взаимодействие знакомства кто-то ищет себя кому-то как раз нечего добавить в портфолио и единственный вариант участвовать в конкурсе да и вот эти конкурсные работы собирать свое портфолио ну это отличный мне кажется повод вообще в принципе собрать портфолио конкурсы нужны это отличная площадка для взаимодействия всех вообще для нетворкинга для общения для понимания то есть еще говорят же очень здорово когда ты сидишь сам собой работаешь один не дай бог и варишься вот в этой своей каше ты не совсем понимаешь свой уровень а может быть вообще тогда конкурс а когда конкурс ты то есть нет ты не сравниваешь ты смотришь и понимаешь уровень общий уровень неважно выше ниже да и это тоже о культуре давайте расти вместе я очень много часто в конкурс но правда последний мой конкурс это был 2019 год когда мы выходили на премию с реализованным объектом сейчас я понимаю что если мне будет интересный объект я наверно выйду 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 на какой-нибудь конкурс просто посмотреть и понять изменилось что-то вокруг да понять этот уровень общую атмосферу сделать какие-то выводы профессиональные да но будучи в жюри конкурса я обратила внимание что наконец-то стали интереснее подавать свои проекты это важно да 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 это точно учеников сразу видно когда они мертвые вот эти вот визуализации 3d макс где одинаковые все растения мы тоже так раньше делали это программа да там делает ее человек посредством программы но нет конкретно руки человек да и нет вот этого характера но мне кажется что в будущем вообще будет чем интереснее ты проявление себя вот вообще тебя начинает замечать ты начинаешь транслировать свое я свою супер силу и это очень важный момент когда ты показываешь себя показывая что ты делаешь такие сады вопрос в голове уже рисуется картинка когда каждый может выйти рассказать не трясясь перед какой-то комиссии да переживай а им воде в свободе и в потоковом состоянии ты рассказываешь всю эту историю тоже очень интересно почему такой сад родился почему именно и нет вот этих рамов которые тебе за года загоняет в средствах самовыражения до вот этого проекта это может быть во все что угодно там это не планшет там сколько там такого-то размера столько-то визуализации такой-то мастер-план да рамки должны быть шире да вообще их не должно быть или рамок не должно быть мы же когда выходим на участок если заказчик еще доверяет нам приглашая нас работать да он грит просто фразу я хочу чтобы было красиво это наша уже задача как специалистов экспертов понять что такое для нашего заказчика красиво отдельную историю но творческое проявление сколько сразу в голове рождается идей это же вообще самое классное я дальше он у нее свой очень интересный подход когда ты рисуешь и показываешь это наверно больше всего люблю наблюдать когда у нее там линии так стерла оси да еще что-то процесс но я не показываю заказчику пока у меня все вот по шестеренкам не сошлось но если я показываю я за каждую линию там отвечаю за каждое местоположение каждого деревья я прям ее обосную со всех сторон там вообще там да то есть даже ты планируешь конкурсах участвовать но я говорю мне как-то это не очень интересно не знаю не видишь может быть конкурса такого не не в котором тебе захотелось бы участвовать может быть период сейчас такой что как бы я больше вот на внутри себя но все меняется я говорю то есть 2015 году мне было очень интересно то есть я как бы ну хорошо так плодотворненько поучаствовала заявила себе на россии прям вот потом потом я поняла что как бы я чего-то стою девка толковая вот и все дальше начала катья ты планируешь участвовать в конкурсах я хотела бы участвовать в конкурсах но мне надо понимать и я должна понимать что жюри которая будет оценивать наши работы его мнение и экспертов которые будут жюри она для меня будет очень ценным я из конкурса унесу вот эти вот обратно заметки обратную связь да вот вот что для меня цена мне очень важно кто и как оценивает работы сейчас пришло в голову что конкурс как еще один шаг обучение когда ты идешь на конкурс чтобы получить мы же идем учиться для чего чтобы получить новый опыт какие-то новые знания когда конкурс тоже как еще одна ступень обучения вот это будет интересно да кстати очень хорошие мы говорим о том какой ландшафтный дизайнер будущего давайте затронем обязательно тему какой наш заказчик будущего да какие основные его стороны и прошло он так как я люблю работать вообще все по определенным правилам и структуре вникать детали для меня клиент будущего это клиент который приходит заранее заблаговременно заблаговременно заранее мне в этом на простом примере мы когда куда-то летим и покупаем билет на самолет мы заранее продумываем нам пишут заранее приехать в аэропорт за два часа чтобы не опоздать на рейс вовремя сдать багаж чтобы нас посадили если мы хотим сидеть в определенном месте мы заранее выбираем место до покупаем билет мы продумываем такси мы смотрим там за сколько вызвать потому что пробки не пробки и мадан собирать все вот эти вещи почему сейчас мы думаем что если вы в мае приехали первый раз на свой участок и решили что нужен вам срочно ландшафт у вас он в июне уже построиться мне непонятно поэтому большинство моих заказчиков приходит за год за год до и мы продумываем что надо заранее продумать заранее заранее продумать очень много вещей а то как вы будете мыть свою машину где вы будете мыть если вы будете мыть в гараже нам нужны будут трапы если нам будут нужны трапы мы должны заранее то продумать это взаимодействие с архитектором куда вывести воду правильно мы как мы перемещаемся по своему участку что мы хотим это не так что просто но все пришло мы проживаем у нас новая эпоха и у нас новая логистика поставки материалов чтобы собрать сложнее но все возможно все возможно но просто когда ты же можешь оптимизировать свои вообще задача зачем мы делаем рабочий проект чтобы оптимизировать расходы наших клиентов да мы делаем комплектацию очень многие говорят да что там комплектация важнейший этап тоже в ландшафт только у ландшафтных дизайнеров этот пункт не выведен отдельно возьми дизайнеры интерьер у них комплекта обязательно отдельный пункт обязательно почему мы не ценим свою работу не вопрос почему мы не ценим я ценю свою работу у меня я об этом рассказывал это тоже кстати видео есть на youtube канале посмотрите да где очень четко рассказано про каждый процесс и комплектация в ландшафтном дизайне это отдельный процесс это очень трудоемкий процесс когда мы собираем цвета артикулы продумываем все где-то заказа счета соединение это тоже работа важная работа мы несем за нее ответственность вообще когда мы несем ответственность за свою работу реально мы получаем за это достойную оплату вчера на воркшопе когда мы сказали комплектация объекта о 50 процентов был вопрос а что это такое как это комплектовать ландшафтный объект потому что для многих там заказать брусчатку растения полив светильники да это какая-то такая стандартная часть проекта а потом когда возникает вот этот период когда надо хорошо поработать да и доставить на объект материалы начинается такой винегрет это работа это рабочий проект это взаимодействие это вообще структура почему потому что изначально у нас нет этой наверное культуры чему учат эскизные рабочие реализации а этапов то на самом деле намного больше и ты не поймешь какие у тебя этапа в работе в твоей пока ты их не пропишешь я все время говорю все говорят ну как мне это сделать какая программа нет программы лист бумаги карандаш и шаг за шагом от первого звонка заказчика до последних когда вы сдаете объект вы прописываете каждый шаг и когда есть опять структура мы понимаем как что с собой взаимодействовать когда начинать комплектацию в каких случаях где-то она начинается вообще на эскизном проекте ведь мы есть такое да да конечно я с палитры материалов работы с самого начала чтобы на этапе рабочего проектирования не нужно было что-то переделать или пересогласовывать очень важно это сделать заранее и когда мы в этой структуре своей работы мы облегчаем жизнь заказчику но это оплачиваем работа это должно быть очень четкое понимание этап который стоит стоит денег и это один из самых дорогостоящих этапов потому что на будущем это экономит время нервы и проблемы проблемы да потому что это первую очередь когда нарушается вот эта кооперация да ты начинаешь искать виноватых а виноватых нет нет виноват ты ты нас вообще мне кажется течет стена дома виноват ландшафтник причем здесь ландшафтник непонятно всегда крайне извином надо менять но согласись очень редко так бывает чтобы ландшафтный дизайнер рекомендовал заказчику клиенту интерьерщика обычно интерьерщики да и архитектора ищут нас это самый частый тучи вот у меня в этом году прям произошел перелом на потому что стали приходить клиенты которые только заходят их у них еще нет нету они уже они уже пришли и они до клиент будущего это клиент и они прям задают вопрос и вот тогда я начинаю объяснять структуру взаимодействия почему важен архитектор есть архитектор с которыми я взаимодействую я могу сказать вы тоже можете выбрать каждый разную каждого свои ценовая политика каждого свой подход есть такой 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 пожалуйста выбирайте я работаю с этим с этим с этим вот с этим объектом с этим объектом с этим объектом все можете посмотреть все мне кажется клиент имеет право выбирать и архитектор ландшафт имеет право выбирать мы можем согласиться можем отказаться и клиент то же самое и когда вот это понимание но придет и мне кажется это 7 проживет наших головах будет рождаться намного лучше проекты потому что заказчик идет к тебе уже на доверие у нас очень часто еще знаешь такое есть наверно недопонимание недоразумение что вот как ты знаешь в европе в америке везде ландшафтные компании день делятся по циклам то есть очень редко ты встретишь ландшафтную компанию которая от концепции рабочего проекта и занимается реализации как правило это есть компания которые специализируются только на концепциях до может они ведут авторский надзор только на рабочем проектировании и только на реализации только у нас в россии ландшафтному дизайнеру который разрабатывает проекты и концепции, скажут, а где ваш реализованный объект? Я не спрашиваю. Правильные построенные соцсети. Вот я смотрю, да, не возникает вопросов у меня все сразу же. Если я захожу в концепцию, все думают, что я это реализую. Я, наверное, еще года два, когда не понимала, как взаимодействовать правильно со строительной бригадой, выводила весь свой поток работ, я тогда еще могла отказаться, либо прийти в коллаборацию. А сейчас, да, беру в реализацию, но тоже, могу сказать, не все проекты. Но это скорее, скажем так, необходимость ландшафтному дизайнеру вести полный цикл. Но, скажем так, это не всегда оправданная работа, потому что я знаю Дашу, я знаю ее суперсилы. Я знаю, что ландшафтную концепцию Даша сделает на высшем уровне. Это будет высший пилотаж, и в этом ее суперсила. Но нужна ли Даше реализация? Нужно ли ей, Даше, углубляться в рабочку? То есть у тебя есть суперсила. Но это вот не сразу пришло. То есть сначала было некое такое, как сказать, чувство, ну, неудобство, что, блин, я вот это вот, надо, наверное, подучиться. Хотя как бы, ну, вначале, когда я начинала, я ездила и на реализацию, я и чертила. Я во время учебы в университете начертилась просто, вот, вперед. Я как бы это все прошла, я попробовала, вот. Но вот именно смело об этом заявить, наверное, вот с появлением Кати в моей жизни, когда ты тоже начала об этом говорить, что как бы сейчас такое нишевое. Однозначно, однозначно. Нет смысла распыляться на это все. Мы знаем, мы вчера с Солей, да, вот об этом говорили, что, грубо говоря, мы учимся в школе. Есть много-много предметов. И обычно нас подтягивают под тем предметом, где мы отстаем, да, где у нас тройки. И получается среднестатистический человек. Да, и получается средняя статистика. Это мне очень нравится. Я в прошлом году ходила плавать, и напротив моего бассейна стояло здание. Просто оно военное. Нельзя называть адрес. Но у меня прям, я когда в определенный момент посмотрела на фасад, я увидела эти одинаковые окошки, и у меня пришло понимание того, что когда ты учишься в школе, и в тебя подтягивают, всех делают одинаковыми. И нам не дают немножко проявить себя. Ну, или говорят, ну ты что тут. А вот он, вот это вот сравнение еще с другими, может быть, это вот моя травма, которую я очень долго прорабатывала. Не надо сравнивать. Посмотрите на себя. Развивайся в сильную сторону. Уходи глубже. Вот в это вот. А там происходит, что тебя подтягивают, и ты тратишь время на то, где у тебя слабые стороны. Ну да, да. Не дано тебе петь, иди рисуй. Каждый талантлив по-своему. Нет неталантливых людей. Нужно просто понимать, как ты можешь себя проявить. А когда мы живем чужой жизнью, вот в социальных сетях, или в каких-то чужих проектах, сравниваем, но и проживаем чужую жизнь, когда мы туда смотрим, направленное внимание, мы не видим себя. Совершенно не видим себя. Ты не можешь прийти и сказать, я такой, я люблю анализ, или я понимаю, вот я не понимаю визуальное мышление. Я ему учусь все дальше. Это реально классная вещь. Это потрясающий инструмент. Очень крутой курс. Я его допройду. Я в определенный момент, и просто, вот, кстати, еще классно построен, выхватываю нужные мне уроки, когда мне нужно перевернуть мышление из шестеренки. Это законченный, то есть это как-то самобутно. И у Даши свое, у тебя свое. Жалко, с нами нет Оли. Оля виртуальная с нами. У Оли свое. У каждого своя суперсила. И пока ты не начнешь ее показывать, ты не будешь проявляться. И не будешь виден среди всего вот этого множества. Курсов, не курсов. Ты потерялся. Ты потерялся. Пока ты не статистически. Одинаковые окошки по всему зданию. Вот это как будто бы со школы начинается, да? То есть вот мы говорили ранее про учеников, которые боятся сделать что-то свое. Научили такой подачи, они ее делают. Ну как в школе, да? То есть теряется вот эта чувствительность, да, к миру, восприятие вот этого мира, когда мы пытаемся подтянуть вот эти вот предметы, которые у нас не очень хорошо получаются. А с чего поет твое сердце? Я очень люблю задавать этот вопрос на консультациях. И когда человек начинает захлеб... Хотя в основном ландшафтный дизайнер. Да, да. Я беру на консультацию пока только ландшафт, да, дизайнеров, архитекторов. И когда человек захлеб, начинает рассказывать, как он живет, там, проектом или концепцией, ты моментально... А есть те, которые говорят, я не знаю. А если ты не знаешь... Причем, что у меня была одна женщина, девушка, и она рассказывала неверо... Она учится везде. И там, и там, и там. И она неверо... Я не знаю, увидела ли она свою эту сильную сторону, но она умеет соединять несоединимое. Вот еще почему важно пообщаться и... Взгляд со стороны. Взгляд со стороны. Почему обучение? Почему стоит... Ну, выборочное, не ко всем подряд. Не называем имен. Не делаем рекламу. Не делаем рекламу. Выборочное. То есть, когда мы приходим на обучение, и вот внутри... Мы даже, когда там в чатах, есть те, которые общаются, рассказывают про какие-то инсайты, что... А есть те, которые... Все себе. Все себе. Не без отдачи в мир. Ну, то есть, вот это вот... Ну, ты наполнен, да? Ты вроде готов принимать больше, а места-то нет. Нету. И это тоже очень важно. То есть, ландшафтный дизайнер будущего, он дает себе возможность и дает возможность другим посмотреть на себя, да? И услышать вот это обратное мнение, да? Вот этот фидбэк получить. Фидбэк о себе. Свободно, легко, без претензий, обид и так далее. То есть, это нормальное общение в среде. Это нормально, что, знаешь, к нам кто-то притягивается, а кого-то мы отталкиваем. Это нормально. Это абсолютно нормально. Конечно. Но есть такой момент профессионального... Это не дружба, это профессиональное общение, да? Если там тебе человек, предположим, не нравится, не нравится, что он делает, он отторгает у тебя, это не значит, что он плохой. Это просто значит, что он другой. Да? И очень важный такой момент соблюдать вот эту норму профессионального общения. Профессиональная этика. Этика, да. Давайте уважать этику друг к другу и вообще личное пространство. Ну, тоже жалко, что пошляется тема границ, личной границ, но это же правда важно. Важны границы. То есть, мы... Это и в работе между клиентом и архитектором. Да, что... Мы не дружим. Мы не дружим. Мы не делаем профессиональные действия. И я, наверное, хотела бы сказать очень важную вещь о том, что любые отношения – это работа. Неважно, дружеские, профессиональные отношения с заказчиками – это тоже работа. Мы их выстраиваем, обязательно выстраиваем в диалоге. А когда нет диалога, когда у нас там есть, например, передаточные там в виде представителя заказчика... О, это вообще испорченный телефон. Да, испорченный телефон. Ты не можешь создать какую-то уникальную вещь, потому что ты не понимаешь, что от тебя требуется. Может быть, и понимаешь, если у тебя развита интуиция, и ты, не знаю, сориентировался. Но вот это вот все, ну, как бы нарушается. Поэтому диалог очень важен. А как ты думаешь... И Даш, ты тоже скажи. Давай я на тебя, наверное, спрошу. Первый, потому что ты очень чувствуешь вот эту грань между трендом, модой, да, и своим стилем. Ландшафтный дизайнер будущего какие сады разрабатывает? Что первое пришло на вам? Ну, мне кажется, сейчас в последнее время заказчики... Ну, то есть, время сейчас такое, что отпадает, как будто бы все не нужно, остается только то, что вот... Мы начинаем понимать, что действительно для нас важно. Вот. Это как бы близкое окружение, это дом, это вот все, что вот как бы, ну, в первом вот круге, да, вот это действительно важно. Вот. И поэтому, мне кажется, заказчик ищет через нас, вот в своих садах, именно это. То есть, это какие-то самобытные, такие естественные сады, да, не на показ, а вот для себя, чтобы вот проживать эту жизнь, проживать какие-то моменты уникальные. Вот. Не стремиться кому-то что-то доказать, там, своим соседям, друзьям, да, а просто вот, да, для себя. Как бы в последнее время нам показало, что для нас действительно важно. Поэтому мы должны отражать это в своей работе. Аня, ты как думаешь? Пока Даша говорила, мне пришла такая фраза, что красота в глазах смотрящего, найди того, кто смотрит на мир так же. Как и ты. Да. Что вот эта ценность, она должна откликаться. Откликаться обязательно. Поэтому мы должны, наверное, хотя нет, мы ничего не должны, мы должны чувствовать. Твой человек с сердцем, говорю, с открытым сердцем, твой человек, вы работаете. И вот на вот это вот взаимодействие, слияние, на любви к природе. Мы же кто? Мы проводники между человеком и природой. И это тоже будущее. И на вот это взаимодействие мы рождаем нечто новое. Сад, это, или там, проект. Я очень люблю говорить, что проект, это просто проект, если не у меня души и головы. Голова. Это те знания, которые мы получаем. А без души нашей, без нашей вот этой наполненности, без проживания каждого сада, мы не можем быть. Вы же тоже, когда рисуете, вы проживаете. Внутри, мне кажется, сказать, ты вообще видишь как-то по-другому свои сады, у тебя свой подход. И вот у тебя четко, ты подбираешь где-то черно-белые визуализации к определенному заказчику, где-то цветные. Тоже все вот, ну то есть, и заказчики приходят, те, которые хотят работать, и взаимодействуют именно с тобой. Да, им отвлекается видение, подача. У нас ценности одинаковые. Философия твоей жизни, да. Абсолютно. И нет задачи там гнаться за всеми объектами. Я знаю свой лимит. Мы подходим к финалу нашего интервью, и у меня будет, наверное, самый интересный вопрос. Я думаю, что вы тоже себе можете его задать. Каким вы видите себя будущего через пять лет? Даша, будущего. Через пять лет какая она? Ну, знаете, наверное, Даша будущего это более чувствующая Даша, более чувствующая себя, и, как следствие, более чувствующая мир. Потому что человек, который знает себя, знает свои сильные стороны, который может отражать то, что он чувствует от заказчика, от общения с ним, от природы, от изменения нашей жизни, да, он сможет органично это все отражать в своей работе и в своих проектах. Поэтому я для себя выбрала, что я уделяю время не только работе над проектами, над своим профессиональным ростом, но и над ростом себя, как человека, как женщины, как матери, да, то есть во многих сферах своей жизни. И я думаю, что я также буду пытаться соединять что-то несоединяемое, пытаться сделать какой-то новый продукт, что это будет, в каком это будет виде, отразиться это на работе или еще на чем-то, да, то есть я не знаю, но я без этого не могу, наверное, да, то есть что-то генерировать, это вот про меня и как бы... Даша будущего, как всегда, готова к экспериментам. Да, да. Она всегда как бы... Она старается найти что-то новое и создать что-то новое, не похожее ни на других, это в первую очередь, да, и даже не в первую очередь, не похожее на себя в первую очередь. На себя прошлую. Да, да, то есть у меня даже как бы от проекта к проекту я стараюсь не повторять, то есть в каждом новом проекте у меня что-то должно быть новое, новый прием в подаче, новый прием в структуре, то есть поэтому как бы... Я люблю рушить рамки. Я иногда специально создаю, чтобы их рушить. Сколько у нас про границы, про вот эти рамки, что мы и разрушаем, что все-таки ландшафтный дизайнер, архитектор будущего это разрушение стереотипов и рамок. Да, разрушение того, что навязывают, разрушение того, что мы сами. Сами себе навязали, сами рамки, клетку себе построили. Таня будущего, какая она? Профессиональная, ландшафтная, натуральная. Таня будущего – это Таня, которая дает почву для развития другим ландшафтным дизайнерам. Наверное, это вот такая моя глобальная мечта на ближайшие пять лет создать такую компанию, куда придут люди с моим взглядом на красоту, с моими ценностями, и которым я дам возможность развиваться и расти. И сама, наверное, просто перейду в передачу знаний, потому что их уже много, и очень хочется их отдавать, ими делиться. И мне хочется каждому показать, насколько богата и прекрасна наша профессия, насколько она важна, насколько мы все со своей уникальностью, суперсилой, и как мы можем между собой взаимодействовать. Да, и я просто мечтаю вот об этом, и надеюсь, что через пять лет это все уже будет существовать. Мы обязательно встретимся через пять лет. Не знаю, в этом ли же месте, но мы встретимся и поднимем эту же тему, и сравним, какие вы стали. Как планировали, или что-то получилось другое. А кто такая Катя через пять лет? Катя через пять лет. Вот сейчас мир очень сильно диктует нам рамки. Я всегда выступала за то, что рамок нет. Я никогда не причисляла себя, что я вот живу всегда в этой стране. Я житель планеты Земля. И мои проекты, они тоже охватывают Землю всю. И мне всегда хотелось развивать международную ландшафтную компанию. Сейчас это очень сложно, но у меня идут проекты в Испании, идут очень хорошо, я бы сказала, семимильными шагами, потому что очень много запросов и клиентов с интересными задачами. Обязательно проекты в России. Я мечтаю развивать Черноморское побережье, побережье Каспийского моря. У нас там невероятная красота, но она закрыта, а туристический поток крайне мал. Если он есть, то есть люди не понимают, что там с комфортом, что там с ландшафтом. Да, ведь ландшафт – это весь образ жизни на улице. Это не только частные сады. Да, вот мы говорим, сад – это архитектура пространства, в котором важна каждая деталь. Архитектура пространства, ландшафтный дизайн, он же еще и про вход в магазин, вход в офис, это же крыша здания, бульвар, фасады здания. У нас огромное поле деятельности, и мне кажется, очень важно показывать, какие приемы мы применяем, что мы делаем. Ландшафт – это даже часть маркетинга. Это маленькие сады, которые привлекают внимание клиента к будущему клиенту. Вот мне кажется, если ландшафтный дизайнер будущего будет об этом думать, наша культура, ландшафтная архитектура будет развиваться. Мы однозначно будем развиваться. Мы будем с вами, я думаю, делать все, чтобы мы стали профессиональнее, ярче и индивидуальнее. Индивидуальнее. А твоя школа? Через пять лет как ты думаешь? Моя школа. Моя школа будет развиваться. Я хочу собирать. Я надеюсь, что когда Таня начнет, будет готова начать передавать свои знания, она обязательно станет частью нашей команды, потому что нас много, мы растем. И вот этот момент, когда мы решаем, что мы готовы. Ведь ко мне очень много обращаются ландшафтных специалистов, которые хотят сойти в коллаборацию с нашей школой и предложить какой-то свой продукт. Но их продукт, получается, это не интерпретация, это не личный опыт, это просто соединение разных-разных-разных-разных курсов, разных техник, разных инструментов, во что-то одно. Но это не новое. Это просто некая сборная солянка. Мне важно, чтобы человек показал свой опыт. А этот опыт поможет другим проявить себя. Проявить себя и пройти свой опыт. Свой опыт, свой путь посредством этих инструментов, вот этого взгляда со стороны, о котором мы сегодня очень много говорили. Угры, школы, великая миссия, воспитывать ландшафтных архитекторов. Передавать, делиться. Я хочу, чтобы наш слайд... От слайд для работы. Он становился... Больше он становился... Вот необходимость в слайде, она колоссальная. Мне кажется, еще когда в 2020 году мы с тобой в пандемию придумали и обсудили, и родилась идея вот этого пространства, сейчас я понимаю, что это тот домик, и это то пространство, где ландшафтные архитекторы и дизайнеры будут друг на друга смотреть, переопыляться, может быть... Обмениваться. Обмениваться. Нам вот важно вот это взаимодействие. Да, взаимодействие. Это то, о чем мы мечтали. Я не чувствовала сейчас вот этого глобального взаимодействия даже на российском рынке, что есть, знаете, какие-то отдельные группы. Закрытые клубы, еще что-то, да. Заплатите, чтобы зайти на закрытый клуб там, и мы вас, я не знаю, что... Вы станете лучшими, мы вас обогатим и так далее. То есть это все должно быть... Сила в объединении. Сила в объединении и в любви. Если мы любим, дарим эту любовь, мы реально сотворяем новые вещи. Нас в любом случае всех объединяет то дело, которое мы любим, ландшафт, дизайн, ландшафтная архитектура, вообще весь экстерьер. Мы даже интерьер любим, если там сады есть тоже. Поэтому будущий мир ландшафтного дизайна и ландшафтный дизайнер будущего, он про коллаборацию, объединение, нарушение границ, наличие портфолио. И про любовь, которая идет из сердца. Спасибо большое, друзья. Обязательно комментируйте, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч!